Аппаратчик газового цеха ММК Эльдар Рамазанов признан лучшим работником по итогам месяца. На комбинате он трудится с 2015 года, в этом цехе всего два года, однако уже завоевал авторитет у руководства. Спецификой своей работы Эльдар Рифович поделился с нашей съемочной группой. Этот участок занимается очисткой и охлаждением дольменного газа. Наша газоочистка состоит из комплекса аппаратов очистки газов, который включает в себя скрубер высокого давления. Трубораспылитель, дроссельная группа и уже каплеотделитель. Получается, постепенно происходит очистка газа, в которой в последующем доменный газ уже идет потребителям ПАО ММК. То есть наша основная деятельность аппаратчиков очистки газов, это, во-первых, совершать обходы, производить организацию бесперебойной и безаварийной работы данного оборудования, следить за параметрами. Если выявлены какие-то несоответствия, утечка газа доменного, то оперативно устранять. То есть соблюдая, конечно, требования охраны труда и ключевые требования ПАО ММК, газ является опасным. Отравляющие действия у него доменного газа. То есть здесь можно отравиться газом, возможно, даже летальный исход. Поэтому необходимо в своей работе применять индивидуальный газоанализатор для выявления утечек. Ну и средства индивидуальной защиты, конечно, применять. На комбинат я пришел в 2015 году, устроился в паросиловой цех. Заканчивал я наш технический университет имени Носова на промышленную теплоэнергетику, поэтому выбор у меня остановился на стороне энергетики, можно сказать. Отработал там 7 лет. И решил для себя попробовать другое направление в газовом цехе. Решил поработать. Работаю здесь я с 2022 года. Устроился с аппаратчиком очистки газов. Периодически хожу на замещение ведущего инженера. То есть работа мне нравится, она интересная. Во-первых, это люди, это коллектив. То есть приходишь на работу с хорошим настроением. Руководство у нас хорошее. То есть понимающие всегда подскажут, всегда помогут. Работа в этом заключается в том, что постоянно есть какое-то движение. То есть не сидеть на одном месте, а развиваться. Каждый год нас, как молодых работников, отправляли на научно-техническую конференцию. Данная работа, она, во-первых, дает возможность реализовать свой потенциал. То есть после окончания университета есть какие-то мысли свои, теоретические, которые ты уже, когда пришел на комбинат, уже хочешь ее реализовать, уже практически. Свободное время, ну, спортом, конечно. То есть у меня вот велосипед есть, на велосипеде катаюсь, баскетбол играю. Я работаю каждый день, ну, вкладывая что-то новое в свою работу. Поэтому на месте не стою, двигаюсь вперед. То есть есть определенные дальше цели для развития. То есть не будем стоять, сидеть на месте, как говорится. Аппаратчиком очистки газа будем дальше двигаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова